Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Огромное желание напомнить вам о том, что в эти дни вы программируете свое будущее на 18,5 лет. Вашему вниманию тема Марты «Жизнь на новой земле волшебная покрывала». Отец-Абсолют практики читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодняшнее мое послание будет адресовано тем из вас, кто пока еще не осознал в полной мере значение энергий в вашей жизни. Несмотря на то, что на протяжении уже более пяти лет мы с вами постоянно говорим об энергиях разного вида, некоторые люди еще не чувствуют их физически. Поэтому все рассуждения о влиянии на человека энергий остаются для них скорее теорией, не подкрепленной до конца на практике. Поэтому сегодня мне захотелось подвести вас к этому вопросу немного с другой стороны, чтобы вы смогли увидеть результаты своей работы с энергиями, даже не ощущая их физически. Для этого попробуйте представить себе разного вида энергии, не как невидимый поток частиц, а как разноцветные покрывала, которые вы накидываете на того или иного человека, либо на свою квартиру, дом, город, планету. Почему я выбрал именно образ покрывала? Только потому, что он более материальный и вам будет легче представить себе, как эта плотная материя закрывает собой тот или иной объект любого человека, защищая его от воздействия негативных энергий. Конечно, покрывало это непростое. Его ткань представляет собой тончайшую сеточку, которая является своеобразным энергетическим трансформатором. Она преграждает путь низкочастотным энергиям, не позволяя им просачиваться внутрь, одновременно растворяя своим светом то, что поддается такой трансформации и в то же время пропуская через себя излишки темной энергии вовне. Этот процесс можно сравнить с хаотичным, броновским движением, с той разницей, что в данном случае происходит естественное разделение на светлые и темные частицы. Они перемещаются таким образом, что внизу под покрывалом остаются лишь светлые частицы, а темные, словно магнитом притягиваясь к волшебной сеточке, просачиваются через нее вовне, выталкиваемые высоко вибрационным полем, созданным под этим покрывалом. Так происходит естественный отбор по вибрациям, который свойственен всему сущему, не только на Земле, но и во Вселенной. Вы можете представлять свое покрывало таким, каким его нарисует ваше воображение. Но лучше пусть оно будет легким и воздушным, что больше соответствует высоковибрационным божественным энергиям. Постепенно научившись визуализировать энергии в таком плотном образе, вы подойдете к более тонкому их восприятию. Я уверен, что такой способ взаимодействия с энергиями поможет некоторым людям отчетливее увидеть результаты своей работы. И, конечно, более действенной она окажется в том случае, если вашему воображаемому покрывалу вы придадите цвет той энергии, с которой работаете в данный момент. Так, покрывало из энергии вознесения может переливаться всеми цветами радуги, а покрывало из вселенской энергии плазмы иметь огненно-оранжевый оттенок. Безусловно, здесь вы можете проявлять творчество и создавать свои собственные методы работы с энергетическими покрывалами разных цветов, разных оттенков, применяя их по своему желанию и давая им самые разные задания. Главным принципом работы является здесь осознание того, что ваше покрывало преображает тьму в свет и одновременно защищает энергетическое пространство кого-то или чего-то от проникновения в него низковибрационных энергий. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами. Вы прослушали тему «Волшебное покрывало». Маленькое дополнение. Кто уже живет в расширении, может применять эту технику «Волшебное покрывало» и на все царства природы. То есть минеральное царство, растительное царство, животное царство, человеческое царство, сверхчеловеческое царство. Используя такие цвета, как серебристый, золотой, бирюзовый, малиновый, оранжевый, голубой и все виды пастельных цветов. Вы можете также применять эти цвета на все человечество и, конечно, на своих близких. И кто работает. Допустим, учитель может применить эту технику ко всей школе. Воспитатель детского сада может применить эту технику на весь детский сад. То есть каждый может применить его там, где его находится сердце. То есть не сидеть в отчаянии и печали, а активно сотворять новый мир, веря в себя и веря в других людей. Ребятки. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Продолжение следует...